Здравствуйте! Перед тем, как начать говорить, я должен сказать две вещи. Я регулярно делал обзоры на все выходящие зеркалки. Я люблю их, умею на них снимать и, мало того, снимаю время от времени на плёночные зеркалки. Вон они у меня в шкафу стоят. То, что я сейчас скажу, вовсе не означает того, что вы должны выбросить свою отличную камеру и пересаживаться на какую-нибудь беззеркальную систему. Если вы не согласны с тем, что я здесь озвучу, прошу, пожалуйста, не надо со мной спорить. Обращайтесь к бывшим производителям зеркальных камер в Canon, Nikon, а в Pentax нет. Так как Pentax недавно выпустил отличную зеркалку, обзор на которую есть на канале. Я сейчас выскажу не своё мнение, а довольно острую аналитику тех фактов, которые перед глазами у всех. Но мне больше тысячи людей задали этот вопрос. И так как я знаю ответ, то считаю, что нужно ответить. После выхода обзора на камеру Pentax K3 Mark III на меня вдруг посыпался вал вопросов, на которые я не успеваю отвечать. Ну, ещё я очень медленно выздоравливаю. Приходится много лежать, поэтому тем полутора тысячам людей примерно, которым я физически не смог ответить, приношу мои извинения. Надеюсь, это видео будет ответом на вопрос, который многие задали, а ещё больше людей не задали. Но ответ хотели бы знать. Я отложил другие видео, чтобы записать вот это. Поэтому у меня к вам просьба. Досмотрите, пожалуйста, до того момента, где я спрашиваю, какие видео вы хотели бы посмотреть и ответы на какие вопросы узнать. В рамках тематики канала, конечно. А если не совсем по теме, так заработал новый канал TapTigin Live. Что это за канал, я расскажу чуть позже. Но ссылка на него уже есть в описании. Подпишитесь, чтобы не пропустить веселье. Итак, после обзора зеркальной камеры Pentax K3 Mark III меня просто завалили кошмарным количеством вопросов. Вернее, вопрос один и тот же. Он, ну, очень чувствительный, так как речь идёт даже не о Pentax. А о существовании зеркальной системы и её перспективах. Я опять раз накатал в ответ на этот вопрос простыню на два машинописных листа. Пока не понял, что надо записать видео. Так как основной мой рупор – это канал YouTube, конечно. Скажу сразу, что я не предполагал, что мне придётся писать такое видео так скоро. В 2015 году мой прогноз был, что это видео придётся записать примерно в 2026 году. Но тогда я этого не озвучил, так как видел, что всё развивается по экспоненте. Любая из технологий может выстрелить внезапно. И, конечно, есть с десяток технологий, которые в разных комбинациях теоретически могли бы изменить наше представление о цифрах фотографии и видео в корне. Это были бы вообще принципиально другие системы. Кстати, зеркальная система тоже начала аккумулировать в себе технологии, более свойственные беззеркальным камерам. Что могло привести к вечной жизни системы. В зеркалках появились практически вторые матрицы, которые позволяли в режиме оптического видоискателя определять тип сцены. А это нужно было для более точного замера экспозиции, так и для следящего автофокуса по лицам и глазам, который сейчас очень востребован. А в большинстве беззеркальных камер есть даже фокусировка и слежение по глазам животных. Предполагалось, что в зеркальных камерах видоискатель будет гибридным. То есть, нужен оптический, пожалуйста. Нужно снимать фото в режиме Live View или видео. Когда зеркало закрыто, выезжает электронный видоискатель и продолжаем снимать. Но с 2011 года такой гибридный оптико-электронный видоискатель стоит только на двух камерах, доступных, так сказать, простым смертным. Это Fujifilm X Pro серия и Fujifilm X100 серия. То есть, пока что ожидания гибридного видоискателя в зеркальной системе не оправдались. И, в общем-то, я могу понять производителей. Они спокойно могут дать нам этот самый гибридный видоискатель. Но кто будет покупать такие камеры, когда без него картинка такая же, а камера стоит на полтысячи долларов дешевле? Да, когда камера стоит 6 или 12 тысяч долларов, это ерунда, казалось бы. Однако, вообще, за полтысячи долларов можно купить не новую, но целую машину, которая еще будет ездить. Или продать свою, добавить эти полтысячи и купить подержанную, но намного лучше. Или добавить еще 500 долларов и купить хорошую беззеркалку. Тогда уже проще оставить только хороший электронный видоискатель. Убрать эту дорогущую пентапризму, зеркало и оставить уже отработанный гибридный фазово-контрастный или только фазовый, или дуал пиксель автофокус на матрице. Тогда и блок фазовых датчиков можно убрать из камеры. Тем более, что на матрице это датчики уже давно по всему кадру. А фазовые зеркалки охватывают 2 трети по ширине и примерно половину по высоте. Что по современным меркам уже недостаточно. Ну, вы поняли, что я сейчас сказал. Получается беззеркалка. А тогда уже можно, наконец, сократить рабочий отрезок. Так как между матрицей и объективом не прыгает зеркало. И поставить другой байонет с лучшими перспективами для развития. Он, Никон, поставил огромный байонет и сразу получил возможность создавать симметричные или почти симметричные оптические схемы для новой оптики. Кто от этого далек, скажу, что это, ну, очень хорошо. Со всех точек зрения и делают оптику лучше, проще и дешевле. А пока этой самой новой оптики мало или она дорогая, на первое время в коробку класть переходник на зеркальную оптику. Как поступили на Canon и Nikon? На Canon с его дуал-пикселем. Так вообще протокол фокусировки зеркальных и беззеркальных объективов одинаковый. Поэтому там переходник это просто кольцо с контактами. У Nikon переходник имеет микрочип, который зато может быть перепрошит под любую новую оптику или новый протокол. Сейчас у обоих производителей уже приличное количество оптики на новые системы. И кто-то скажет, ну и что? Но я же даю консультации по скайпу. Миграция с зеркальной системы идет полным ходом. Особенно у Canon. Canon радикально поменял даже идеологию рекламы. Еще три года назад это было. Фотоаппарат, это зеркалка. А сейчас будущее с беззеркальной системой Canon R. Или что-то в этом духе. Посмотрите на беззеркалки Canon R6 и R5. Внешне они до неприличия похожи на зеркалки Canon 5D. Их вид прямо говорит. Я не в дополнение. Я в место. Они крупные, ухватистые. Имеют буквально то же самое управление. Работают с той же самой периферией и с той же самой оптикой. Но и парк родной оптики у Canon тоже пополняется. Не так быстро, как хотелось бы. Но оптики уже довольно много. И они закрывают вначале критические позиции. Конечно. На зеркалке остались только самые упорные приверженцы. И недавно мне прислали видео одного такого приверженца. Где он доказывает, что без зеркалки полный хлам. И вот я не знаю этого человека. У него то ли 3000 подписчиков, то ли 5. Но это не суть. Но я его уважаю. Так как он, как придерживался одной точки зрения 10 лет назад. Так и будет думать и через 10 лет. И его фото от этого не пострадают. Но если бы я не видел его объяснений, почему в зеркалке хорошо, а без зеркалки нет. Я бы уважал его еще больше. Но он зачем-то начал объяснять. И прицепился к общей болезни и зеркалок, и без зеркалок. В равной степени. Что говорит о его неполной осведомленности. А именно о роллинг-шаттере. Роллинг-шаттер был и на пленочных зеркалках. Потом на цифрозеркалках. И наконец на беззеркалках. Напомню. Проблема заключается в том, что. Особенно на коротких выдержках. Передняя шторка начинает двигаться. И сразу за ней начинает двигаться вторая шторка. То есть по матрице пробегает узкая щель снизу вверх. И если перед камерой что-то движется. То вначале экспонируется нижняя часть матрицы. Потом все выше, выше, выше. А объект двигается. И в кадре он получается наклонным. А если снимать винт самолета. То вообще все очень и очень плохо. Вот. Например. Но это снималось на айфон. Где вообще никаких шторок нет. Такая же проблема возникает и в видео. Так как считывание сигнала с матрицы не моментальное. А подстрочное. Сверху вниз или снизу вверх. Неважно. И получаем тот же самый эффект. Но тут есть два момента, которые все это перечеркивают. Первое и главное это то, что на беззеркалках стоит такой же, а иногда и тот же самый затвор, как и на зеркалках. Второе. Современные матрицы считывают сигнал уже настолько быстро, что даже на электронном затворе это сложно заметить. И уже есть камеры, у которых считывание происходит разом со всей матрицей. Так что нет. Этот эффект был еще на пленке. И не на всех беззеркалках по умолчанию электронная передняя шторка. Скорость считывания сигнала у серьезных камер резко возросла. А главное, далеко не все фотографы снимают винты самолетов. У зеркальной системы, как ни странно, именно из-за оптического видоискателя есть одно весомое преимущество. Но это долго объяснять. Я сейчас объявлю голосование. Если голосов будет много, я представлю подробные за и против каждой системы. Для фотографа. А вот для производителей все ясно и уже давно. И сейчас я попробую донести до вас точку зрения производителей. Для производителей все выглядит намного более драматично, но и намного более однозначно. Кто не перешел на беззеркальную систему из производителей, у того большие проблемы. Вообще, проблемы стали возникать еще в 2011 году, когда на беззеркалках повсеместно был медленный контрастный аутофокус. Беззеркалки имели только маленькие матрицы и считались как бы уменьшенным, упрощенным и облегченным дополнением для зеркалок. Когда на беззеркалках появился быстрый гибридный аутофокус, народ начал слегка озираться, а производители почувствовали большие перспективы. Так как беззеркалки решали сразу и, так сказать, бесплатно три задачи, даже четыре. А именно, при неплохом размере матрицы Micro 4.3 и APS-C делали хорошие фото. Второе. Видео вообще писали на уровне видеокамер. Так как уже тогда беззеркалка Sony или Panasonic это была та же самая видеокамера, только с фотозатвором. Ну и поставленная поперек. Третье. Они были в тот момент драматически меньше зеркалок. И к ним уже стали выпускать хорошую оптику. Четвертое и последнее. Это видоискатели-монитор. Качество и частота обновления кадров стали даже чрезмерными, а новые процессоры обеспечивают минимальное отставание изображения от реального. Но для производителя есть гораздо более важный критерий. Зеркало с маленьким зеркальцем, блок фазового атофокуса, матовое стекло, пентапризма, моторы зеркала, мониторчик, показывающий настройки в окне оптического видоискателя стоят значительно дороже, чем просто матрица электронного видоискателя. К тому же, такую камеру проще собирать. Не нуждается в юстировке, например. И к тому же, оптическое стекло для зеркал и пентапризмы стоит на рынке примерно 6 тысяч долларов за кубический дециметр. Если вы изготавливаете 10 тысяч пентапризм, тираж почти не снижает ваши затраты. Если вы изготавливаете 10 тысяч микроматриц для мониторов и доискателей, себестоимость единицы сильно падает. Вся остальная перечисленная музыка в зеркалке стоит ничуть не меньше самой пентапризмы. Это все нужно затолкать в корпус и заставить работать. В то время как у беззеркалки в корпусе единственная движущаяся деталь – это затвор. Ну, в последнее время еще и стабилизированная матрица. А стабилизированная матрица – это серьезное преимущество. В производстве и сборке, и даже в логистике беззеркалка дешевле, так как состоит из меньшего количества деталей. И сам корпус все-таки меньше и легче, за редким исключением. Вначале беззеркалки сильно потеснили видеокамеры, рукавички, такие, младшего класса. А это было, когда никаких смартфонов еще не было. Потом начали теснить зеркалки младших классов. Компакты и достаточно серьезные видеокамеры. И в этот момент рынок фотографий стал сжиматься. Из-за смартфонов. Так как многим людям оказалось достаточно смартфонов. А соцсети еще не развились до такой степени, как сейчас. Если бы не это, беззеркалки бы еще какое-то время довольствовались вторыми ролями. И примерно до 2026 года никаких экспансий не произошло бы. Просто была бы велотекущая эволюция, где зеркальные камеры остались наряду с беззеркальными, но считались бы более топовыми. Однако произошло то, что происходит в природе, когда не хватает пищи. Выжили те, кто был экономически менее прожожлив. Себестоимость фулл-фрейм беззеркалки примерно на 500-700 долларов ниже, чем у зеркалки с такими же показателями. А отпускная цена у них была примерно одинаковая при одинаковом размере матрицы. А когда так, даже если бы Карл Маркс, Махатма Ганди, Папло Пикассо, Агюст Ренуар и Элвис Пресли снимали бы на зеркалке, понимаете, с 10 тысяч корпусов прибыль в 6 миллионов долларов, это даже не обсуждается. А их же не 10 тысяч продается. Сейчас, уже после того, как у всех ведущих производителей отлажен выпуск беззеркальных фулл-фреймов, стоимость зеркальных камер будет на 700 долларов выше. Ну как будет? Он ровно на 700 долларов выше прямо сейчас. Такие камеры, конечно, будут меньше покупать. А это значит, что их будут меньше выпускать. Ну как меньше выпускать? Просто не будут выпускать. Давайте посмотрим на рынок. Pentax выпустил хорошую зеркалку K3 Mark III и ее стоимость за корпус 2000 долларов. А это камера APS-C. Да, у нее стабилизация на матрице, чего нет ни у каких зеркалок больше. Да, она снимает кадры Hi-Res, снимает и собирает молнии, снимает звездный поток, имеет вторую матрицу для распознавания сцены, слежения за объектами, сама выравнивает горизонт, изображение не разваливается до ISO 50 тысяч. У Pentax шикарная оптика, камера при этом маленькая, оптика за счет того, что стабилизация в камере тоже меньше и дешевле, чем у конкурентов. Но большинство людей сказали, что зеркалка APS-C за 2000 долларов. Да это никогда никто не купит. На самом деле все намного хитрее и весь тираж уже, считай, продан. Но это Pentax с его невысокими тиражами. А вот Canon и Nikon тут сложнее, так как они запустили свои беззеркальные линейки. Уже вышла вторая генерация даже. И готовится третья. Потому что я слышу прямо сейчас, решается вопрос, выпускает ли на Canon зеркалку 5D Mark VI, так как она заведомо не сможет предложить ничего сверх того, что умеет Canon R5 или Canon R6. Но она будет дороже. Учитывая заявление Canon, что прекращены разработка и выпуск новой оптики на зеркальную систему, то это можно прочитать, как у зеркальной системы Canon больше не будет развития. Если пятерка Mark VI и выйдет, то это будет последний зеркальный Canon. Почему? А есть прецедент. Nikon уже выпустил неплохую зеркалку D780 взамен Full Frame D750. И это Nikon Z6 с пентапризмой, зеркалом, и у которого нет матричной стабилизации и автофокус от D750. Да, он все равно значительно лучше, чем D750. Но когда камера фокусируется без зеркала, лучше, чем с зеркалом, возникает вопрос, а зачем тогда зеркало? И ну еще, когда D780 умеет то же самое, что и Z6, но стоит 2000 долларов против 1300, при этом не имея матричной стабилизации и слежения по глазам, возникает вопрос, а за что я плачу деньги? За свои принципы? Может быть за то, чтобы переходник не использовать? А что переходник? Один раз поставил и забыл. Просто наличие зеркала, как факт, стоит 700 долларов. Для производителя? Да, а для вас? Особенно, когда картинка одинаковая. Вот сейчас все ждут, выйдет или не выйдет Nikon D880, наверное. Сто процентно, это будет камера на базе узлов Nikon Z7 Mark II. Возможно, со стабилизацией на матрице даже, и он будет стоить как минимум на 700-800 долларов больше. Да, Nikon заявил, что он будет поддерживать зеркальную систему. А вот потянет ли Nikon, вероятно, плохие продажи следующей камеры 800 серии? Трудно сказать, учитывая, что сейчас все ресурсы Nikon брошены на выполнение новой дорожной карты беззеркальных объективов, разработка и выпуск. И новых камер. Там ведь Canon тоже не дремал совсем. Да и про Sony я ничего не говорю. И про Panasonic тем более. Просто потому, что Sony там есть и давно, и несмотря ни на что уверенно себя чувствует. Обходных путей тоже нет. Любые попытки выпустить более доступную камеру формата APS-C теперь будут наталкиваться на противодействие от Fujifilm. А Fujifilm специализированная APS-C система с прекрасной оптикой, и она на рынке давно. Это очень инновационная компания. Может быть, кто-то не знал, но был период, когда Fujifilm выращивал свои инопланетянские матрицы сам. А потом они продали завод по выращиванию матриц Sony. После этого у Sony появились матрицы Exmor. И вот относительно недавно они пересмотрели алгоритмы цитопередачи. Я ничего не говорю про Sony. Это, кроме медной обвязки, их собственные разработки. Но почему-то многие думают, что Fujifilm делает симпатичные камеры, неплохо шлифует оптику. А вот в электронике они так себе. Это большая ошибка. Некоторые зеркалок, что есть в сегменте, выпускаются, но вяло. Оптики для APS-C новой я не припомню. Только от сторонних производителей. То есть зеркалки выдавливаются наверх, в топовый сегмент, как и предполагалось. Но гораздо быстрее и раньше, чем предполагалось. Еще я говорил, что зеркалки будут выпускаться, пока существует цифроходов в том виде, как оно есть сейчас. Но я порылся в прецедентах. Есть знаменитая пленочная зеркалка Nikon F6, которая была запущена в 2004 году и выпускалась до 2020 года. 16 лет. Этим она и знаменита. Ну а чем плохи Canon 5D Mark IV и Nikon D850, чтобы не упускать их лет в 16? Вы спросите, а откуда такие смелые выводы? А что, я уже 20 минут впустую, что ли, говорил? То есть, если честно, здесь не нужно быть ностердамусом. Есть официальные заявления производителей, действия производителей, патентные заявки, то есть нет патентных заявок, и действия представительств. Также я поспрашивал непосредственно представителей, которые так деликатно, но отстранялись. То есть, ситуация довольно понятна и прозрачна. Кто следит за каналом, тот помнит, что я еще ни разу не ошибался. Я не выдаю желаемое за действительное, так как я не желаю, чтобы производители отказались от производства зеркалок. Факты могут нравиться или не нравиться, но это просто данность. То есть, можно ожидать с 50% вероятностью, что Canon и Nikon выпустят еще по одному зеркальному фулл-фрейму, и будут их выпускать, пока существует цифрофото. Хотя есть вероятность, что и не выпустят. А в этом виноваты уже мы сами. Так как сейчас практически все люди, которые хотят пересесть со смартфона на фотоаппарат, думают только о беззеркалках. Когда им говоришь, а вот есть модели со скидкой, но снимают и пишут видео ничуть не хуже. Они говорят, ну это же зеркалка. В общем, это видео ответ на ваши вопросы. Хотя это видно по всему и без меня. Но для тех, кто сомневался, вот. Как хороший момент, можно отметить, что отличные зеркальные камеры, выпущенные больше года назад, сейчас заметно дешевеют. А вот на зеркальную оптику цены будут держаться почти без изменений еще примерно 5 лет. Это и есть те две страницы текста, которые я напечатал в виде ответа 5 раз с вариациями. Если вы хотите смотреть такую аналитику или получить ответ на какие-то аналогичные вопросы, пишите их здесь. Я их рассортирую и выставлю на голосование. В каком порядке мне вам отвечать. Так как ответить одновременно на все сразу просто невозможно. А теперь у меня есть вопросы к вам. Какие из этих видео запускать вперед? И я придумал, как мне кажется, достаточно объективный способ поддержки канала. Если вас не интересует какая-то тема, то просто за нее не голосуете и все. Интересует – голосуйте. Какая тема набирает большую сумму, то она и запускается в работу. У меня сейчас в работе. Материал собран. Осталось смонтировать и выложить на канал. Значит, номер один. Обзор камеры Fujifilm X-E4. И нового объектива 27 мм f2.8. Номер два. Обзор Canon R6. Номер три. Обзор Nikon Z7 Mark II. Номер четыре. Лучшие беззеркалки 22 года. Это уже интересно. Номер пять. Лучшие фото-видео устройства на вторичном рынке. По показателю. Цена-качество. Номер шесть. Лучшие компакты. 22 года. Номер семь. Лучшие камеры для блогера. 22 год. Номер восемь. Цвет фотографии. Разбор ваших фото из группы фото-видео творчества. Ссылка на группу в описании к видео. И короткое объявление. Неформальные реакции, бэкстейджи со съемок, короткие советы и куча всего интересного, не вошедшего в официальные обзоры на этом канале. Я начну показывать на канале Топтыгин Лайф. Ссылка тоже в описании. Подпишитесь. Там будет намного веселей даже, чем здесь. Голосовать и поддерживать канал можно по вот этим реквизитам. При голосовании указывайте номер вопроса или его тему. Поставьте колокольчик на оповещение, так как такие голосовалки будут выходить каждый месяц. И вы сможете повлиять на выход видео или задать новую тему или новый вопрос. Неважно, какую сумму вы забросите. Важно, какая тема наберет больше голосов и большую сумму. Первую тему я ждать даже не буду. Как увижу завтра утром, что какая-то тема вырвалась вперед, я сразу начинаю монтаж. Потому что мне ждать никогда. Две темы, которые не наберут голосов, будут в следующем голосовании. А если и тогда они голосов не доберут, я постараюсь вообще не выпускать видео на эти темы. Так как я оптимизирую канал, интересные направления будут добавлены, не набирающие голосов будут пока приостановлены. Если в перечне нет темы, по которой вам бы хотелось посмотреть видео, то напишите ее прямо здесь под видео. Я объединю все вопросы в категории и помещу в следующее голосование. Надеюсь, я не слишком расстроил вас своим видео, хотя мне и самому как-то немного грустно. Но, как говорится, что не делается все к лучшему. Всего доброго и творческих успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok